Я убежден в том, что дизайнер интерьера — это вот то, что отвалилось от архитектора. — Так ты, если обратишься ко мне с комнатной мазелиной, я тебе тоже не помогу. — У вас здесь уголок, он немножечко, вот что-то там немножечко с ним не то, не уголок. — Поэтому у меня достаточно бережливое отношение, в первую очередь, к мастерам, которые работают руками. Сколько бы он ни зарабатывал, он должен понимать, что, ну, как бы, он должен вытаскивать деньги в определенный срок, в определенных количествах. — Я не люблю ориентироваться, у меня все по-христиански, я себе не строю кумиров. — Как тебе удалось сочетать в своем блоге профессионализм, алкоголь и мат? — Заказчик платит дизайнеру за красивое пиздобольство, а строителю — за правду. Основная проблема всех, вообще абсолютно всех, заключается в том, что мало кто думает за общий конечный совокупный результат. — Друзья, всем привет! У нас сегодня не совсем обычный выпуск, у нас в гостях дизайнер интерьеров. — Здравствуйте! — Вячеслав Пышаков, очень рад, потому что ты присутся. — Меня просто сейчас подкаст на детственности лишает, никогда не был на подкасте. — А, вру, я был, я был Рувима на подкасте, точно. Ну, там так себе был подкаст, тебе скажу. — Мы надеемся, что в этот раз оправдаем твои надежды и сделаем это красиво. — Может, мне дадут поговорить? — Спасибо. — Вячеслав, чуть-чуть ругается матом, настройки без этого, к сожалению, никак. — Невозможно. — Поэтому выпуск 18+. — Да, ребят, я заранее прошу извинить меня, потому что допускаю себе в своей речи абсеночку. Не то, что прям на абсолюте, но нельзя иначе просто. Как доносить эмоции и смыслы, правильно? — Небольшой такой эмоциональный прикрас. — Да, да. — Он нужен. — Такой изюм такой. На этом пироге из говна. — Слав, смотри, ты дизайнер интерьеров, у тебя команда. — Да, мы занимаемся проектированием, разработкой частых интерьеров, соответственно, домов, кроме коммерции. — Ну, иногда делаем коммерцию, но очень-очень редко, когда очень сильно попросят за очень много денег. — Хотел уточнить, с архитектурой ты как связан? То есть можно сказать, что ты в том числе архитектор или ты сегментируешь и разделяешь? — Когда мы говорим о малоэтажном строительстве, то наша работа очень часто перекликается с работой архитектора, соответственно, инженеров. — Это нормальная стандартная практика, просто непосредственно мы не занимаемся архитектурой. Сейчас будем развивать это направление. Для этого мы ищем подходящих архитекторов, которые будут, так скажем, подходить моим высоким требованиям. Потому что нынче архитекторы, они, как и дизайнеры, знаешь, оно что-то бесформенное. Оно вроде как может нарисовать, как дизайнер может сделать визуализацию, а тут может нарисовать фасад и как бы и все. А как это у вас построить, там, конечно, уже есть вопросики. А поэтому, да, сейчас, соответственно, подходим к поиску кадра, а так в целом мы в основном по интерьерке, конечно же. Тесно взаимодействую с архитекторами, с которыми приходится взаимодействовать в малоэтажном поле, ну, постоянно на систематической основе, потому что достаточно часто проектируем интерьер домов. — Я почему тебя спросил, так как видел тебя изначально где-то на Новой Риге, где-то в Гузе пересеклись. — Да, мы стали нормально, пересеклись. — Именно как раз на строительстве. Вот. И, знаешь, у нас такое, у нашего ландшафтного, можно сказать, направления сообщества больной вопрос. Это почему архитекторы берутся там, или бывает то, что дизайнеры интерьера берутся за ландшафт. Вот тут давай с тобой... — Все любят бабки. Я не берусь за то, что я не умею делать. И так должен поступать абсолютно любой профессиональный человек, потому что, ну, не можешь быть ты семируким, восьми членом. Надо все-таки как-то более узкопрофильно смотреть на свою профессию, специализацию. А когда ты такой оркестровый дирижер и сам же оркестр, то, как правило, получается... Точнее, не получается произведение Рахманинова, получается кусок говна. Вот это стандартная практика. Просто все хотят больше бабла, все хотят урвать отовсюду по максималке. Поэтому мы встречаемся с таким уровнем обскуротизма. Ну, такая действительность. — Ну, слушай, а вот по сегментации вообще вашего строительного интерьерного рынка, мы на него равняемся всегда. Потому что я, в том числе своим клиентам даже, ну, такие примеры привожу. То, что, посмотрите, есть отдельные плиточники, да, когда вы занимаетесь там отделкой, делаете ремонт. Есть там окончики. Сейчас даже есть люди, которые плинтус отдельно, да, там правильно монтируют. — Слушай, есть дизайнеры гардеробных. — О, ничего. — Слушай, для меня это было откровением. Когда два года назад узнал, что есть такой человек, который... А, есть еще дизайнер кухонь. Мне кажется, они все вот в один прекрасный момент, они работали в Икее. И потом такие... — Сократили. — Пойду-ка я, вольные стрелки. И, значит, они вышли на рынки, начали нишу проектировать. Гардеробные, кухня. Да, ну, слушай, ну, это... Моему глубокому убеждению я очень, на самом деле, очень сожалею, что я не получил образование архитектора, потому что я к этому пришел гораздо позже. Но я как бы такой, я соткан из практики. Вот, что мне аукало, соответственно, и рублем из собственного кармана этот опыт приобретался всегда в убыток, но приобрел сейчас вроде как чего-то достиг. Но я убежден в том, что дизайнер интерьера — это вот то, что отвалилось от архитектора, знаешь, как киты там, знаешь, обрастают там всякими ракушечками, и вот от них что-то отваливается, из них там много кто сосет что-то, да, постоянно. И вот то же самое, собственно, с дизайнером. Это то, что от архитектора вот оно отвалилось, и вот оно выросло в новый организм какой-то, да, которому дали название, а потом он стал паразитом. Ну, это мое мнение просто. Поэтому в этой действительности вот так вот мы как-то сейчас и работаем, но стараемся своим опытом компенсировать недостаток образованности и делать вещи нормальные. Ну, а так про рынок дизайна интерьеров, что можешь сказать? Именно есть сейчас какая-то, не знаю, трендовость, какая-то развитие? Слушай, я всегда с улыбкой смотрю на людей, которые бесконечно говорят про какие-то тренды, вот, потому что, ну, любой дизайн, если это не социальный дизайн, да, это всегда история про индивидуализм некий. Нет, нет, я здесь, знаешь, просто... А я сейчас подведу к категориям. Ты про категории спрашиваешь? Да, про категории. Да, категории, то есть я для себя их во всяком случае так разделяю, да, есть люди, которые выполняют творческую задачу, творческую, и они делают ставку на этой творческой задачи, то есть это некие авторские интерьеры, можно их условно так назвать, когда в первую очередь проектировщик в лице дизайнера, он отвечает не на запрос заказчика, клиента, а на свой, как бы личный, внутренний, когда он хочет сформулировать какое-то пространство и сделать его таким образом, чтобы о нем в летописях написали, понимаешь, такая ода самому себе, там памятник нерукотворный, вся вот эта вот история. Это одна категория, то есть там люди не мыслят бюджетами, там люди не мыслят привычными бытовыми категориями, это совершенно другая плоскость, где есть дизайнер, величие, великой, великой дизайнер с великой мыслью и идеей, и очень везет таким людям, которые находят таких же великих заказчиков, понимаешь, это как фантастический дизайн для фантастических дизайнеров, фантастических клиентов, вот, и есть категория более земная, более понятная, это люди, которые, люди функции, допустим, мы работаем в этой категории, да, это люди, которые выполняют строго понятную отведенную задачу под их ролевые, их взаимодействие с заказчиком, отвечая на те самые вопросы, которые заказчик перед ними ставит. Они могут быть не всегда, как бы, четко сформулированы, они могут быть абстрактны, но тем не менее они приземленные, то есть люди ходят по земельке ножками, они живут, у них есть там дети, кошки, собаки, есть какие-то связи с социумом, и в этом во всем они себя окружают неким комфортом, который понятен как задача. А, ну есть еще категория эконом, которую я считаю не совсем адекватной. Почему она неадекватная? Потому что я на 100% убежден в том, что услуга дизайна интерьера, как и архитектура, это не про бюджет, то есть это, как бы, лучше это сформулировать. Допустим, есть, возьмем, вернемся к той же самой Икеи, которая разрабатывает некий дизайн-проект, ну, раньше разрабатывал, да, готовые модульные решения вписывают в понятную готовую геометрию, которые очень часто расходятся с понятиями, не знаю, эргономики каких-то, то есть выстраивание геометрии помещения для жизни, да, то есть там книжку Нойферта люди не читали, совершенно точно. И эта категория, она достаточно плотно укоренилась у нас в национальном нашем коде, и получилось так, что многие думают, что дизайн интерьера – это штука доступная. Вот, а от этих, соответственно, от этой категории отвалились и самые дизайнеры, проросли как бы в эту почву услуг, вот, которые предлагают дизайн по, ну, каким-то странным тарифам, то есть там из серии, там, полторы, там, три тысячи рублей за квадрат. Даже несмотря на то, что это регионы, люди, у них нет культуры потребления, а данные услуги как таковые, они не понимают, из чего это складывается, они не понимают, из чего образовывается и вырастает ценность этого всего, и, соответственно, происходит то, что происходит. То есть, когда хотят из говна и палок собрать интерьер, что, кстати, возможно, но дело в том, что если ты хочешь из говна и палок собрать интерьер, вот, то в любом случае у тебя будет, как бы, компенсация на профессионализме того человека, который будет это проектировать, потому что если у дизайнера нет опыта, и он, соответственно, не понимает, как бы, материалы ведения, если он не знает рынок, если у него нет тесных связей, там, портфеля своих поставщиков и так далее, которые, благодаря которым он все-таки может сделать это, вот, то, соответственно, это не будет иметь успех. — Хороший пример говна и палок — это различные глэмпинги, которые сдаются в аренду, и ты когда смотришь, выбираешь такое место, куда бы тебе поехать, там все красиво, знаешь, вот здесь гирлянды висят, такие лампы, там, сучочки, какие-то зеркала с подсветкой, приезжаешь туда, и такой, типа, ну, на ощупь, это все очень странное, знаешь, там дорожки какие-то на трубах там сделали еще что-то. — Как говорят, великие и ужасные хуйня очень ярко светится. — Да-да-да, и привлекает внимание. — Влекает внимание. — Это как, по-моему, это, как это называется, удильщик, это вот это существо, которое там… — Рыбка такая, да, на дне обитает и светит, да, что… — Да-да-да, светит, он же выглядит как урод, очень интересно. — Но внимание привлекает. — Да, ну, вот примерно, да, примерно такой формат. И мы живем в той реальности, когда у нас есть вот эти вот три категории, где, на мой взгляд, предпочтительней занимать центральную. Вот, все всегда с чего-то начинают, но, наверное, как бы вот нашему менталитету русского человека в той жизни, которая для него понятна, вот, наверное, да, наверное, центральная ось, она более-менее близка. — Я, кстати, по своему опыту могу сказать, что мы тоже сконцентрировались на бизнес-сегменте, на среднем, да, и работаем в нем, хотя всегда у всех, почему-то, но в нашем, опять же, да, там направлении по ландшафту есть такая звездочка премиум-сегмента, к которой все почему-то стремятся. То есть начинающий дизайнер, он всегда такой, хочу какой-нибудь жирный объект. Не факт, что он там его потянет, не факт, что он вообще один там что-то даже может сделать, ему там целая команда нужна, но они все почему-то, особенно вот начинающие, я в том числе, когда начинал, тянутся вот в этот премиум, а там не так уж просто. — Ну, это то, что премиум-объекты — это некая путевка в жизнь, но дело в том, чтобы подойти, так скажем, к порогу премиум-объектов, я не могу сказать, что у нас их много, они бывают, не знаю, раз в год, раз в два года, мы не на этот сегмент рассчитаны, но да, они бывают. Нужно как бы понимать свою готовность к этому, то есть помимо того, что у тебя должен быть опыт, необходимые знания всех областей, отраслей, у тебя должна быть, конечно же, еще команда, потому что такие объекты, такие проекты не реализуются в одного никогда, то есть участники, вольные стрелки, фрилансеры — это все мимо. И что касается вот этого, на самом деле, немножечко заиндивившего названия, то премиум-сегмент, вот я в новой реальности, ну, от которой у нас сейчас есть, да, та действительность, от которой мы сейчас отталкиваемся, когда у тебя как бы машина, там, условно, да, то, что ранее считалось народной, там, какой-нибудь, ну, у меня был Lexus 570, да, вот, сейчас стоит как, ну, там, как Rolls-Royce, там, ну, или не как, ну, Bentley, хорошо, ну, типа, 26 миллионов, типа, новый, да, что происходит, вот, и это же можно примерить на наш рынок, на самом деле. А глобально премиум от бизнеса отличает не так уж и много, ну, то есть, наверное, комплектация проекта, которая, там, которая будет уходить в топ и, условно, диван одной и той же формы, может быть, разных брендов, только здесь это будет, ну, я не знаю, пусть это будет, там, не знаю, B&B, пусть это будет Polyform, пусть это будет Minotti, а здесь у тебя будет, не знаю, там, какой-нибудь, там, Банальдо или, допустим, русские бренды, там, не знаю, Atom, например, или... Так, вообще ничего не понимаю. Ну, я просто... Давай в ценах еще сразу добавим. Ну, хорошо, там, пусть это будет итальянский диван за, там, миллион восемьсот два миллиона, вот, и какой-нибудь его, то же самое итальянский аналог, который будет стоять миллион двести, и какой-нибудь, допустим, наш, качественный, который будет стоить под миллион, например, вот. Вот, концептуально ты никогда не увидишь разницы, ну, то есть, у тебя форма, и то, как будет выглядеть интерьер, они не будут сильно отличаться, вот. И это, наверное, такой определяющий вот срез. Когда мы заходим уже в творческое творчество и фантастический дизайн, то есть, когда мы уже... Это даже не премиум, то есть, это просто другая немножко плоскость вообще. Да, другой срез, который стоит, наверное, так же, как премиум, но там уже будут творческие задачи, о которых я, собственно, сказал. То есть, если на примере диванов это, там, какая-нибудь Эдра, там, где вот этот наркоманский упоротый медведь спит, вот, там, за много охуленов денег, и, ну, как бы все в концептуальщину сваливается. Вот, и ты знаешь, это как авторский интерьер с категорией премиума, когда можно, там, в подъезде в мытищах поставить вот эту Эдру, вот, навести там какого-нибудь коллекта была и винтажа, завесить стены каким-нибудь искусством, вот, и у тебя будет обложка в АД или в Альдекорейшн. То есть, ну, типа, вот так работает. Ну, такая русская действительность. Выпьем, Заяц. Он, кстати, правильно, не чокаясь. Смотри, ты упомянул цены, давай чуть-чуть остановимся, потому что у меня не совсем понятно, вот, ты гашь, средний сегмент, ты упомянул эконом, там, сколько-то за квадратный метр, что-то, скажем, 2-3 тысячи, да? Я не, я не, ну, условно, какие-то там. Я тебя сейчас перебью, потому что я не хочу рассуждать вот плоскости за квадратный метр. Я, я сейчас, у меня есть обученный метод, и там, бывший один из моих, вот, сейчас мы проводим, ну, я провожу обучение по бюджету, и это все очень сильно индивидуализировано. У нас так же. Ну, да, я тоже за это топлю, но есть просто категория, как бы, скажем так, оценки какого-то среднего сегмента, еще что-то. То есть, я там, условно, не могу сказать, вот, клиент обращается, говорит, там, хочу проект на 20 соток, да? И я не могу ему сказать, сколько он стоит. То есть, можно назвать от и, там, условно, до, потому что там будут сложности, там, какие-то, там, я не знаю, от рельефа зависит, от наполнения и прочего. Я тебя прекрасно понимаю. Но, вот, примерно хотя бы, чтобы мне понимать даже. Ну, вот, смотри, вот, когда мы подходим к вопросу разработки бюджета, потому что мы занимаемся полным циклом реализации, то есть, от проектирования до, соответственно, последних, там, не знаю, как бы, пары тапочек в интерьере, да? То есть, мы ремонт на себя берем и комплектацию, абсолютно все закрываем. Как можно сопоставить по категориям, как ты просишь, вот, допустим, 50 квадратных метров в Москве, где-нибудь, там, в пределах Садового кольца, да, и на окраине, допустим, или, там, около МКАДа. К примеру, у тебя квартира 50 квадратных метров около МКАДа будет стоить, там, к примеру, там, 16 миллионов рублей, вот. А где-нибудь, там, в центре, она у тебя будет стоить, там, 50-60 миллионов, например. Какой пул решений может быть для той и для другой? По сути, он, вроде как, одинаковый, но никогда человек не потратит, ну, точнее, очень редко людей, которые будут готовы потратить сумму собственной квартиры, вот, чтобы реализовать это с точки зрения, как бы, проекта из дизайнерской задумки, да, хотя бы с какой-то, ну, с какими-то минимальными, так скажем, решениями, да, наполнением. И человек, который осознанно, как бы, идет на бюджет 50 миллионов за квартиру. То есть, для него это будет более понятной материи. Да-да. Вот, и здесь, ну, вот у меня, там, живой пример, да, вот, проект, там, в скандинавском бульваре. Человек купил квартиру, там, на раннем этапе, это рядом с, ну, это, как бы, это Бутово, короче, где-то там находится, там, новый район. Вот, человек купил квартиру, там, на этапе застройки, вот, там, по тем возможностям, которого у него хватало, потом, пока это все строилось, у него уже, там, совершенно, там, то есть, другой калинкор совершенно наступил, вот, он купил ее за 16 миллионов, и мы сделали на около 16 миллионов, там, ремонт и реализацию. Под ключ. Под ключ все полностью, да. И, ну, как бы, это, это так, это достаточно редкий вариант. Вот, ну, сейчас он думает на тему того, чтобы с ней полгода поживет и будет уже перенять ближе к центру, он бизнес-центр, а вот будет другая, ну, другая уже плоскость. Вот, и, ну, как бы, какова оправданность этого, непонятно, то есть, насколько это имеет смысл. И как раз поэтому, ну, здесь достаточно трудно ответить на вопрос. Если идти в тупую, да, вот, как-то тоннельно отвечать на это все, чтобы умы были как-то более-менее там сформулированы, то, если мы говорим про разработку дизайн-проекта вместе с отделкой, все под ключ полностью, если у вас адекватные проектировщики, то есть, те, которые не делают хер пойми что, и вот они вот только-только, как бы, там, открыли Revit, ArchiCAD, 3D Max, и только начинают там профессиональную деятельность, а те, которые с опытом непосредственно, то есть, те, которые действительно понимают, как это работает, то есть, профессионал. Вот, мы говорим о ценах, наверное, от 190 тысяч за квадратный метр, вот, наверное. Может быть, 180, в зависимости от решений. То есть, это, как бы, понятный результат, за который ты платишь понятные деньги, и здесь уже, да, идет речь о каком-то, ну, о каком-то, наверное, намеке на то, что можно назвать дизайном интерьера и, ну, работой групп профессионалов над этим интерьером. То есть, когда у тебя есть строители понимающие, узкопрофы, которые это все нормально реализуют, когда у тебя работают комплектаторы, когда у тебя работает логистика, когда это, не могу сказать, что попадает в срок, потому что он никогда не попадает в срок, но хотя бы это как-то компрессировано, да, то есть, более-менее, когда у тебя, когда тебя ориентируют в бюджете, когда у тебя, соответственно, есть графика исполнительных работ, когда это все происходит по понятным паттернам, профессионально, короче, примерно такие цифры. Ну, и дальше там, ну, там, может быть, ставки, да. Ну, все зависит, ну, просто от задачи зависит. То есть, можно ли ниже, например, да, если говорить, то есть, забегая вперед, можно, наверное, ниже, но здесь нужно готовиться к последствиям. То есть, ниже вы должны как бы понимать, что, и, блин, просто это очень-очень большая тема, ну, чтобы вы понимали, я как бы по ней сделал, ну, обучение. На 5 дней, понимаете, чтобы объяснить это все, просто сейчас это утрамбовать в подкаст, я не могу. Ну, смотри, давай я тогда сделаю такой черту подведу. Просто для меня то, что ниже, смотри, вот, извини, для меня то, что ниже, вот, это уже в моей картине мира, да, и с моим опытом, вот, я не могу назвать это, ну, профессиональной работой с гарантированным качественным результатом, вот. То есть, как-то так. Ну, смотри, просто у тебя, видишь, какой подход у тебя от и до подключ, это часто встречается на рынке интерьеров. Я просто сталкивался с тем, что обычно есть дизайнеры, которые там сделают проект, как ты говоришь, как раз. Ну, в стол. Да, и типа, а ты потом, ну, ищи там. Я ненавижу так работать, я не понимаю, как. В ландшафте тоже очень частое явление, когда есть определенные отдельные творческие единицы, которые делают, допустим, проект, да, и потом передают его бригадам. И там есть вот ряд несостыковок, которыми я, как человек, который, да, дает тоже со своей командой работу под ключ, не готов мириться. Но, к сожалению, реальный рынок таковый, что они и есть, как бы, да, вот эти несостыковки. У меня тоже бывают истории, когда просят только проект, да, вот. Чаще всего они связаны с людьми, которые хотят, чтобы мы делали, ну, те, которые находятся на удаленке. Ну, то есть, это регионы, это другие страны, и, соответственно, там не всегда есть возможность авторского технического назора реализации, потому что либо там уже договорились, есть люди, либо заказчику это просто не нужно. Вот. Это обрастает определенным пулом проблем, которые мы героически решаем или пытаемся решать. Не всегда это получается, потому что, ну, на мой взгляд, тесная связь проектировщика, человек, который задумал интерьер и спроектировал проект, сорян за тавтологию, вот, он должен все-таки быть в полях. Это обязательное условие, иначе просто не получится результата, на мой взгляд. И когда есть нормальная связь с исполнителем, с подрядчиком, если это подрядчик адекватный, а не ебанат, который, которых бывает, ну, каждый второй, он таковой, к сожалению. Вот. Для него дизайнер или то, что называется дизайнером, это почему-то какой-то кровный враг, вот, и, ну, просто коммуникация кошмарная. Ну, у меня тоже есть теория на этот счет, но это об этом потом. И, соответственно, если вот эти вот, как бы, если есть синхронизация, то можно сделать хороший результат удаленки, да, это возможно, но это редко. Поэтому мы стараемся все-таки брать проекты, которые мы можем контролировать, вот, и сами реализовывать. Вот расскажи чуть-чуть про это в рамках такого сжатого, допустим, взаимодействия, как оно происходит вообще у вас. Есть, ты упомянул, да, у тебя, ну, штат, получается, состоит как раз из дизайнеров. У меня есть дизайнеры, у меня есть мастера и есть управляющие, которые непосредственно занимаются вопросами в полях. То есть... Контролем качества. Да. Технадзора, как правило, я нанимаю, это приглашенный человек извне вообще, то есть, ну, как бы, это профессионал, который на определенном, на определенных этапах работы приходит и засвидетельствует либо косяки, либо говорит, что ребята ювелиры. Вот, 50 на 50 и происходит, ну, это нормально в стройке. Вот, но к тому, что, да, качество, конечно же, оно для русского человека, для русского менталитета, который, ну, платит большие, по факту, деньги за это все, оно важно. То есть, нигде, ни в какой другой стране мира, вот, тебе не задрочат на тему примыкания, там, у вас... Вот, здесь уголок, он немножечко, вот, что-то там немножечко с ним не то, не уголок, вот, всем похеру. А у нас нет, у нас, ну, как бы, да, там, за каждую копейку тебе нормально там вставляют. Ну, это нормально. Это правильно. Это хороший подход. Не, хороший подход, когда, вот, похуй. Да? Мне кажется, да. Это, ну, это от человека зависит. Вот, но мы не можем в этом, в этой призме взаимодействовать, так скажем, с людьми, нашими клиентами, потому что ожидает от нас совершенно другого за эти деньги. Вот, да и, в принципе, запросы, ну, они в других странах, они иные. Хотя на определенном уровне, я думаю, примерно все одинаково. В общем, что касается взаимодействия и иерархии, то есть, есть я, как, ну, я выполняю ряд функций, вот, то есть, как арт-директора, так, соответственно, отвечающего, в принципе, за все, за результаты, являюсь неким гарантом, вот, потому что, ну, есть определенная репутация на рынке, которая для меня является, по сути, самым дорогим. Вот, а дело не в деньгах или в чем-то еще, а именно репутация, которая вообще, в принципе, обеспечивает меня работой. Вот, и я, ну, то есть, на меня завязываются все процессы абсолютно, о чем у меня периодически едет колпак, и я принял для себя решение, то, что мы не можем, допустим, перерабатывать, там, потоково больше, чем 4, 5, 6 проектов, ну, в зависимости от того, квартира, дом, то есть, вот, примерно так. Параллель ты имеешь в виду? Параллель, да, чтобы можно было это нормально переваривать, обеспечивать нормальный уровень сервиса и результат, соответственно, поэтому, и так как это все на мне завязано, и на личном взаимоотношении, и на личном контакте с клиентами, которые приходят, и я это, ну, соответственно, принимаю, обрабатываю, и уже дальше операционно это все опускается на менеджера проекта, который, соответственно, раздает это все дизайнерам, проектировщикам, вот, и когда это все доходит до реализации, соответственно, ну, точно так же в взаимодействии с дизайнерами, управляющими и со всем вот этим вот большим звеном, вот, мы реализуем это все, вот, и все это в вертикаль обратно поднимается ко мне, когда нужно что-то там утвердить или что-то не утвердить, ну, в общем, как-то так. Ну, смотри, вот, подрядчиков получается много, как удается выстроить вот этот процесс по времени особенно, вот, меня больше всего волнует, потому что там хорошие плиточники, хорошие бригады, они же там тоже как-то расписываются, или ты заранее информируешь, держишь? У нас составляется график работ, который привязан к графикам поставки, это обязательное условие, которое нужно очень четко, ну, по возможности нужно стараться соблюдать, это не всегда получается, потому что есть задержки стороны поставщиков, разные ситуации, это все достаточно такая бытовая тема, вот, то есть паровозик иногда не всегда приезжает вовремя, ходит со станции, это нормально, ну, вот, особенно когда сейчас у нас там с границами там какие-то проблемы, там, еще чем-то. Все долго идет. Переструкция, да, там, латыши, там, не знаю, ну, короче, разные истории. Когда составляется график и выписывается поэтапно, когда какие работы должны быть реализованы, и, соответственно, это все привязывается к графику комплектации, потому что комплектация, она базируется на двух вещах, то есть это инженерное, соответственно, строительные материалы, и, соответственно, непосредственно комплектация интерьера. То есть когда это касается отделки, то есть там плитки, инженерные доски, краски, я не знаю, то, что мы по факту видим на стенах, на полах и так далее, вот, и мебели. И это все нужно, как бы, увязать в один график, которому нужно четко следовать. И все рабочие звенья, которые ты включаешь в этот процесс, они должны понимать, они должны приезжать в определенную дату, они должны за определенное количество времени выполнять работы. В этот период им должны быть предоставлены все материалы необходимые, ну, допустим, в случае с сантехниками, к примеру, да, вот, настало время выходить, а заказчик, допустим, ну, или я, как дебил, который забыл, что надо что-то там заказать, мы там не заказали в стройку, да. Сантехник не в состоянии делать свою работу, потому что он, ну, можно понять, человек, который не хочет приезжать по 10 раз, вот, он должен зайти, у него должно быть все для того, чтобы он реализовал полностью, получил деньги за это и в ротации пошел дальше на следующий объект. Потому что, ну, любое простое, это, ну, это потеря денег. Я, я начинал свой, как бы, путь, то, что меня привело в конечном счете к дизайну интерьера и к ремонту, это путь, по сути, от мастера, вот, потому что у меня нет профильного образования, опять-таки, меня четыре раза отчисляли из трех университетов, я одаренный студентик, с покаянием, смирением, у меня проблемы, вот. Вот, и мне нужно было зарабатывать деньги после того, как я там отчислялся и куда-то там поступал, и меня мой приятель, он устроил, соответственно, в компанию, которая занималась монтажом систем инженерных, то есть отопление, ГВС, ХВС, вот эти все вещи. И я прям так неплохо поработал руками, меня это очень перло, потому что, ну, вопрос креаторства, да, когда ты делаешь что-то своими руками, это притворяет жизнь, то есть ты видишь результат, это прям классно. И, ну, вот я вот так вот полтора годика там попрессовал эти трубы, вот, там, покрутил эти фитинги, там, наматывал эти мипели, собирал коллекторные узлы и трассировки делал. Вот, потом это все мимикрировало в отделку, вот, и там успел поштукатурить, помалярить, покрутить гипсокартон, потому что потом, ну, я, в общем, немножечко свайпнул именно в отделку, там, в отделку просили помочь, я вот помогал, и там еще на полгода завис, ну, и я как-то очень, я пророс понимание этих процессов. — Изнутри. — Изнутри, да. И мне, мне очень, очень понятно то, как работает человек руками, вот, то есть ценность его труда, вот, чего это стоит и сколько нужно психоэмоционально-физического ресурса для того, чтобы это реализовывать. Поэтому у меня достаточно бережливое отношение, в первую очередь, к мастерам, которые работают руками, а только уже потом к людям, которые, там, она пошла, там, кофе заказать, там, себе какой-нибудь, там, раф клубничный и нажать, там, пару W, Q, E, вот, там, в 3D-максе, понимаешь? — Да, конечно, то есть у меня, у меня есть предвзятые отношения, реально, прошу прощения, но как так получилось, вот, и то, что касается мастеров, у меня с ними очень хороший коннект понятийный, в первую очередь, вот, то, что я понимаю их, и они меня очень хорошо понимают, и у меня никогда с ними возникает проблем, я им стараюсь организовывать работу и выстраивать таким образом, чтобы они, ну, ни в чем не нуждались. То есть есть обратная сторона, потому что часто бывает так, что люди тебе на шею садятся, вот, ну, опять-таки, понятийная сторона у меня тоже очень хорошо отработана, вот, и когда они только начинают, там, закидывать ноги, вот, ну, ноги немножечко подрезаются, вот, там, аппарат Ализарова и пошел работать дальше. — Все нормально, то есть все простроено, и я работаю только с людьми, которых я знаю, я очень-очень редко приглашаю людей извне, но наработка того самого пула партнеров, мастеров, которые способны обеспечить нормальную, качественную работу на объекте, это большой труд. — Долго собираем? — Да, то есть это, ну, привычка взаимодействия, привычка к определенному уровню качества, совместный рост, это все, ну, путь, который нужно пройти, вот, я его прошел, и до сих пор он, ну, как бы, он развивается, вот, могу сказать, что у нас все идеально, идеально, и в идеальном только 101 групп, наверное, у каких-нибудь, вот, у нас все вполне себе земное, ну, нормально, ну, эффективное, скажем так. — Раз уж ты про 101 групп сказал, у меня в голове был этот вопрос, я изучал эту систему, так как у нас один коллега тоже пытался ее применить на ландшафт, вот, мы ни приложения, ни, скажем так, методы не смогли отзеркалить вообще хоть в каком-то, знаешь, горизонте именно на то, что мы делаем, вот. Вот, я это приложение и вообще, в принципе, концепцию понял с той точки зрения, что ребята работают без бюджета, типа, как бы, что-то делают и постоянно там оплачиваешься, то есть там бюджет какой-то может быть без рамок. — Не, ну, вот, я не понимаю человека, я не понимаю того клиента, которому вот таким вот акцентным, таким вот, как это, краеугольным лозунгом напрямую говорят от компании 101 групп, что цену ремонта вы узнаете в конце ремонта. — Сюрприз! — Да, ну, я бы сказал, может, ты, ну, нахуй пойдешь тогда, и все, ну, на этом, наверное, диалог должен закончиться. Ну, это, 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 в этом нет пафоса, на самом деле, это просто непрофессионально. Ну, то есть, да, да, слишком много переменных, да, слишком много того, чего действительно сложно учесть. — Ну, слушай, ну, вот есть большие застройщики, мы же тоже работали по этой системе, это, это, это всегда проблема, это всегда проблема, об которой разбивается заказчик. Как ты не веди, вот, как ты там что-то не фиксируй, потому что клиент хочет на берегу понимать, на что ему планировать, то есть он, сколько бы он ни зарабатывал, он должен понимать, что, ну, как бы, он должен вытаскивать деньги в определенный срок, в определенных количествах. — Ну да, что они, когда ему там, не закончится, там, завтра надо, там, 4 миллиона привези, да, давай, налом причем, ну-ка, блядь, давай. — Или когда у него деньги кончатся, на бетонных стенах, да, там, вставленных окна. — Это, 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 это хреновая история, я не понимаю этих людей, я не понимаю, как так можно работать, вот, то есть ты должен для человека, ну, сформулировать этот бюджет, ты, ты должен, да, ты должен сесть, ты должен посчитать, у тебя может быть сметчик, или ты можешь к стороннему сметчику обратиться, где у тебя будет расписано количество согласно квадратуре, вот, то есть согласно проекту, все-все-все, да, ты делаешь запас, вот, это, об этом ты сообщаешь клиенту. Если ты херово посчитал, если ты дебил, ты не можешь это сделать адекватно, то за это не должен платить клиент, за это должен ты платить сам. Ну, у меня случаются ошибки в просчетах, за которые, соответственно, я оплачиваю, собственно, у кошелька, потому что это мой косяк, в первую очередь, как, ну, как человек, который за это все отвечает. А когда ты пытаешься усираться и объяснять клиенту, что это он дебил, что это он дурак, потому что у нас цена, цена ремонта в конце ремонта, ну, есть вопросики. Ну, а так вообще переменные, насколько часто случаются и насколько часто бывает такое, что бюджет меняется, то есть вы работаете по предварительной смене, по этапам, правильно, и все равно же бывает, что что-то выходит за рамки, или, например, клиент в моменте, может быть, захотел какой-то более дорогой материал или там тот же самый диван. 90% ситуации всегда у тебя есть расхождение с бюджетом в большую сторону, 90% ситуации, очень редко, когда бывает наоборот. Ряд причин, то есть аппетит, во-первых, приходит во время еды, или ситуация с курсом, или ситуация еще политическая, или еще какая-то ситуация, или огрехи в просчетах. Но все это должно компенсировать, это те риски, которые должны учитываться. И, соответственно, когда ты с заказчиком это обсуждаешь, ты должен довести до него, что у нас есть на актуальный момент у тебя все просчитано. То есть мы просчитываем на актуальный момент абсолютно все. То есть чтобы человек понимал, что вот если он сейчас условно на 100-метровую квартиру просто берет, заносит 28 миллионов рублей, он получает за эти 28 миллионов сроков в год и 2 месяца готовый результат. Но так не бывает, потому что не каждый клиент готов уместить, не готов купить все материалы, оплатить склад, оплатить потом доставку, чтобы это все лежало, и вот это вот все. Есть такие, ну у меня был такой опыт, очень удобно, то есть сначала тебе придется поупарываться на тему того, чтобы обеспечить логистику и все эти дела, но потом все отлично. Ты вообще ни к чему не привязан. У тебя это все лежит, ты как бы сам себе Петрович, понимаешь, сам себе поставщик, сам себе комплектатор. Но не все на это соглашаются, не у всех есть на это возможности, потому что это тоже стоит денег. Но когда ты на перспективу, да, то есть, ну ладно, об этом попозже, то есть ты когда рассчитываешь в долгую, ты должен учитывать это все обязательно. Если этого не учитывать, то получится то один группа. Ну а вот такие ситуации, как вот я недавно видел, продаются двери, пять штук, вот они с чем связаны вообще? Ну смотри, я в Телеграме, меня попросила мой дизайнер Алис Хану, это не человек, который пришел к нам, к команде, то есть ее знакомый обратился к ней непосредственно за проектом, вот, то есть к ней как частнику, и, соответственно, у него уже была какая-то история, была какая-то ситуация, у него были куплены двери, и он захотел их продать, и через нее, и она, соответственно, попросила, чтобы я помог. И тоже это реализовать, но мне не жалко. Не, я просто подумал, знаешь, какая ситуация бывает, когда клиент заранее там что-то, знаешь, типа покупает, что-то, а потом такое обращается. Да, это вот, пожалуй, живая ситуация, мы делаем дом в Донецке, большой дом, вот, и там до нас работал дизайнер локальный, но он не совсем подошел заказчику, вот, то есть была проведена комплектация, был сделан проект, просто он заказчику не понадобится, это бывает там, ну, немножечко десинхронизировано, организация, здесь не надо никого тыкать пальцами, такое случается. Обратился к нам, мы сделали проект, не то, что переработали полностью заново, сделали проект, крутой, классно, ему все понравилось, но мы отталкивались от того, что у него уже в комплектации было заложено что-то, что он уже заказал на тот момент. И мы, соответственно, где-то, не знаю, 80% этой комплектации просто, ну, как бы сказали, что, ну, так будет, то есть это не подходит нам. Он сказал, ну, окей, будем там, в гостевой дом поставлю, как бы хорошо. Ну, так, бывает такое, да. Бывает. А сталкиваетесь ли вы с запросом на какое-то комнатное, типа, озеленение, что-то добавить, какую-то там, не знаю, растительность? Как с этим боретесь и работаете? Как это, как Пандора, вот, когда трогаю что-то живое, оно сразу увядает, умирает, в общем, то есть я плохо взаимодействую со всем органическим, скажем так, вот, я в этом не особо хорошо понимаю, я знаю, что есть классные горшки линчуза, в которые можно поставить определенные растения, которые просто там будут стоять и особо ни в чем нуждаться. Я не занимаю просто свою голову этими вещами, потому что есть такие люди, как ты, и если я что-то не знаю, я у тебя спрашиваю, вот, а озеленением нет, потому что это очень редкий запрос, ну, как бы, ко мне никто не обращает. Слав, вот, нам нужен дизайн-проект и озеленение, что надо сделать. Ну, внутри, да. Внутри, озеленение нам все. И нору выбили, вот, и все, что было белое и зеленое. Ну, нет такого. Ну, как-то, как-то по-другому это все взаимодействует. Я понял, ну, кстати, ты, если обратишься ко мне с комнатным озеленением, я тебе тоже не помогу. Ну, слава богу, мы в этом не разбираемся. Это же отдельный, но сегмент тоже. Я как-то вот за сегментацию топлю и всех к этому призываю, что нужно своим делом заниматься. Ну, вот, работа, допустим, есть такие люди, которые, кстати, отпочковываются. То есть, дизайнер такой отвалился от архитектора, да, такой кусочек говна получился. От него начинают еще отваливаться разные люди, там, стилист интерьера, или флорист интерьера, или декоратор интерьера. Тут все, и оно пахнет, вот, пахнет, понимаешь. И есть вот эти вот флористы, альтруисты, анонисты, я не знаю, ну, короче, они приходят и говорят про то, как красиво будут у тебя вот здесь вот стоять горшки, вот, здесь у тебя будет там банан, здесь у тебя будет там какой-нибудь фихуа, вот, да, там какой-нибудь змеакулькас, вот этот пизда, узкас, я не знаю, как это все называется. Ну, короче, вот они вот с очень важным видом за много денег, они ходят и говорят, как у тебя будут стоять горшки, вот. Ну, и то же самое делают стилисты. Я не понимаю, это не очень уважаю, точнее, вообще не уважаю, вот, поэтому... Но если ставить задачу, если кто-то захочет, там, была такая ситуация, она исходила от клиента, в чем она заключалась? В том, что клиент любит растения, и у него их до хера просто, ну, то есть он там реально, вот у него есть, ну, оранжереи в доме, да, вот он делает квартиру, и часть из этого он хочет там перевезти, и вот он, как бы, говорит, что, вот, ребята, у меня есть растение, но он тебе, как бы, говорит, что мне вот здесь вот нужно такие-то осветительные оборудования, он просто сам, как бы, в этом специалист уже, то есть когда хобби превращается в знание, да, и он понимает то, что ему нужно, он ставит задачу, мы просто должны ее учесть, вот. Вот, но проектировать, не. Ну, смотри, опять же, надо тут, наверное, ремарку такую сделать, что ты высмеиваешь, как бы, не уважаешь, как раз именно вот эти стилистические такие, типа, да, истории, не то, что профессиональные, как бы углубления. Я просто не считаю их, ну, большинство этих людей, к сожалению, это не профессионалы, то есть это люди, которые могут себе позволить заниматься херней и находить долбоебов, которые за это будут еще платить. Вот, и, ну, так получается, вот их я не перевариваю. Ну, за твою позицию, я знаю то, что многие, да, с тобой какие-то контры профессиональные выстраивают, как ты вообще к этому относишься? Да я никак, я не реагирую. А что, зачем? Я, ну, я не говорю плохо о пациентах. Хорошая позиция, мне нравится. Ну, а при этом ты можешь вот на своем каком-то, вот, опять же, поприще выделить коллег, на которых ты равняешься, там, или как-то вот взаимодействуешь, кто действительно профессионал. Не обязательно имена называть просто? Да нет, я назову, я тыкну в пальцы и назову имена, не важно. Я не то, чтобы, я вообще за то, чтобы ни на кого не ориентироваться, я не люблю ориентироваться, у меня все по-христиански, я себе не строю кумиров, вот, и брать с кого-то пример тоже не мое. Вот, у меня есть там свой путь, нет цели. Мне нравится, как работают некоторые, вот, мне нравится, допустим, Женя Мусоль дизайн, да, она, как это, Галя Гореш, моя знакомая, сказал, что восходящая звездочка дизайн. Ну, я не хочу просто говорить про конкретно дизайн, как про результат, да, я хочу говорить про подход, вот, мне ее подход близок, потому что она практика, она, ну, я это вижу, она на полях, она понимает, как проектировать, как это реализовывать, ну, еще ряд людей, то есть мне, если брать какой-то вот именно какой-то такой уже сформулированный, плотный, такой правильный уже фундаментальный подход, как бюро и студия, например, мне нравится, как работают, ну, естественно, Федорова, вот, там, там высокие категории, там высокие чеки, очень круто, профессионально, ну, хладнокровно, стильно, классно. Бабаянс, Архитект, тоже очень люблю этих ребят, люблю их творчество, мне нравятся результаты, которые они выдают, ну, это если говорить, там, в первую очередь, о какой-то дизайн-составляющей, да, я так не умею, вот, они умеют, я так не умею. Паша Алексеев, ну, он мой приятель, и мне нравится то, что он делает, то есть это определенный характер, то есть определенный почерк интерьера, ну, который они тоже реализуются, этого сами тачатся, ну, классно, прикольно. Там, там, Дима Курилов, опять-таки, мой приятель, который тоже делает такое, такое благородное, аристократское, такое, прям, петербургское, европейское, нау-классику, ну, классно, мне нравится, но, прям, чтобы вот сидеть, там, в полном восхищении находиться или брать с кого-то пример, мне, как бы, уже перерос, это давно. Ну, тебе даже за список отдельное, прям, спасибо, потому что мы, как ландшафтники, да, там, как озеленители, как ландшафтные архитекторы, дизайнеры, там, садовники и прочее, мы все равно чуть-чуть, к сожалению, да, там, а иногда и не чуть-чуть отстаем от каких-то технологий, от каких-то видений, мы ориентируемся как раз на архитекторов, на дизайнеров, потому что... Сыпь, земля, водолей. Водолей. Какие тренды. Поэтому... Какая пихта у нас сегодня будет в этом году. Кстати, это тоже актуальная тема, потому что мы тут выяснили со многими коллегами, что сейчас как такового, как раньше, вот это в 2000-е было, там, не знаю, какой-нибудь французский, там, восточный стиль, еще какой-то, да, там, английский сад, сейчас такого практически не встречу, сейчас смешение, что-то такое вот авторское, с какими-то нотками, там, чего-то где-то. Это хорошо, это... это хорошо для людей, которые не умеют делать, и для людей, которые умеют делать. Но это очень тонкая грань, да. Потому что люди, человек, который не умеющий это делать, скажешь, так задумано, а человек, который умеющий это делать, сделает просто круто, вот, это будет смотреться всегда. Поэтому мы на вас ориентируемся, дети, вот что хочу сказать, и с тебя тогда список с ссылками, того, что ты перечислил, и кого. Да, без проблем. Мы будем следить. Я об этом систематически, хотя, да, наверное, достаточно систематически об этом упоминаю одних и тех же людей на протяжении достаточно долгого периода. Говорю о них и в Инстаграме, и у себя в Телеграме. Ну, то есть, у меня, я такой, у меня мало чего меняется. Стабильнее. У меня, конечно, бывает немножечко флюгера надует, знаешь, и в другую сторону. Бывает такое, ну, все люди... По выходным. Не, люди просто, ну, как бы, каждые пять лет человек меняется, он немножко по-другому смотрит на разные вещи, вот, и, соответственно, точки зрения меняются. Ну, в чем-то я стараюсь выдерживать свою позицию, свое видение. Смотри, ты про Инстаграм, Телеграм упомянул, я такой личный, знаешь, вопрос у меня назрел давно. Как ты балансируешь, вот, тебя же сможет заказчики, люди, там, все, да, как бы, вот, будущие клиенты. И как тебе удалось сочетать в своем блоге профессионализм, алкоголь и мат? Да, легко. Можно просто от... Ну, если переставить мат и алкоголь местами, в общем, тогда будет нормально последовать, логично. То есть, алкоголь, мат и профессионализм. Вот, да. Я просто в себя не хочу ничего строить, наверное. Я, как бы, в целом за естественность. Ну, типа... Как есть, так и есть. Я себя сейчас сижу, сдерживаю, ну, при всем уважении к твоей аудитории. У меня проскальзывает, ну, простите. Вот. Но я, ну, стараюсь максимально быть естественным. То есть, тот, который я в жизни, я, по сути, такой же в Инстаграме, в Телеграме. Я не... Я не буду считаться с мнением какого-то социального среза, если он в большинстве, если я считаю иначе. То есть, я... Ну, у меня есть своя повестка, я исследую. У меня есть свое мнение, которое... Ну, которое мое, я его озвучиваю. У меня есть свое видение, которое я демонстрирую. То есть, есть свой подход, который я реализую. Все. Меня не сильно беспокоит, то, как это выглядит в глазах клиента, как это выглядит в глазах людей, которые, там, смотрят на меня какой-то аудитории. Ну, если... Ну, я такую избитую фразу скажу, не 100 долларов, чтобы всем нравится. Сейчас, наверное, лучше на юаня перейти. На юаня, да. Актуальнее будут. Койны, не знаю. Ну, в общем, нет, у меня просто нет цели понравиться кому-то. Я... Ну, я... Я не хочу, что я себе все ставлю, этот кол из профессионализма в жопу, в общем, такой, блядь, очечки надвинул. Как, блядь, сейчас я вам расскажу, как делаются. Вот, нет, не про меня вообще. Как же негативная энергия, вибрации, там, нельзя, атмата. Ты мне похуй. У меня все нормально с вибрацией. Они, наоборот, добавляют, да? Да, да, да. Когда нужно добавить колебаний, я беру закапу 23 и отправляюсь вообще в Вальгалу. Мне там хорошо. У меня все вибрации, они синхронизируются. Это... Испытву катарсис. У меня хорошо. Отлично. А как ты вот пришел к музыкальной группе? Даже тут у вас было какое-то такое выступление, я видел, ничего себе. Слушай, ну, я как живой человек, у меня есть хобби. Дело в том, что я... Я просто это всегда... В своих соцсетях у меня нет такого, что вот у меня тупо профильный контент. У меня вот все, то, что у меня возревает, я сюда, туда все отправляю. И, соответственно, ну, музыка в моей жизни, она давно присутствует. У меня очень много друзей, близких, музыкантов, и это как-то вот меня всегда всю жизнь окружало. А здесь собрался, говорю, ребят, ну, а что, давайте я что-нибудь поделаю. И вот мы начали делать. Мы там позанимались там кавер-историями, там поиграли для себя. А потом, ну, так как я более-менее медийный человек, там, в определенном, там, в определенной социальной группе, да, дизайнерской вот этой всей тусовки. Вот. Не во всей, ну, определенной. Вот меня, ну, меня, типа, Слав, ну, можешь выступить? Я говорю, да, без проблем. Там, 200 тысяч рублей, я приеду и выступлю. Ну, это, как бы, по современным московским меркам, можно сказать, за спасибо. Ну, собрались, отрепали, сделали концерт, всем было классно, весело, потусовались, поколбасились, потом еще какое-то пригласили, людям понравилось, еще концерт, еще концерт. Потом у меня поехал колпак, и я понял, что я просто не вывожу и концерты, и дизайн, и стройку, и у меня двое детей, там, жена, все, и я, короче, ну, я такой, все, ребята, давайте это, знать миру. а так, музыка, музыка, в сопровождении идет со мной. Тебе заряжает? Да, ну, ну, естественно, заряжает, наполняет, я, ну, разгружаюсь, когда этим занимаюсь, то есть, голова, мозг атрофируется, то есть, и, все, и только, и только ноты, в которые я не попадаю. А где ты вообще какое-то еще вдохновение? Не знаю, как-то пополняешь себя в баланс и энергии? У меня это просто такая прям достаточно больная тема. Меня вдохновляет моя жена, меня вдохновляют мои дети, то есть, меня вдохновляют все вещи, которые, ну, не чужды человеку из плоти и крови, совершенно, совершенно обычные. Нету, нет какого-то, такого, не знаю, какой-то традиции, наверное, или какого-то прицела на то, чтобы пойти в Лувр, вот, и там набраться вдохновение. совершенно нет. То есть, во времена технологии меня вдохновляет то, что мне нравится на самом деле. Люди, семья, музыка, вот, то, что меня окружает. Все. Мне не нужно больше никакое донорство. Все земное, все такое. Ну да, я человек земной, с земными людьми работаю. Фантастических у меня в окружении практически нет, чем я очень сильно рад. Отлично. А как вообще с заказчиками ты находишь взаимодействие, вот этот коннект, как он происходит? Ты же сам лично общаешься, в первичной? Если я скажу подобное к подобному, притягивается, что отчасти является правдой, но иногда бывает не так, потому что периодически ко мне приходят люди, ну, чуть ли не аристократы, вообще-то, ну, интеллигентные, воспитанные, которые не могут себе позволить того, чего я себе позволяю, но они, видимо, ведутся, плохое слово ведутся, да, не знаю, как правильно сейчас использовать, наверное, им симпатично то, что я, ну, я как бы стараюсь передавать естественность, и они, видимо, это их подкупает, и они обращаются с этой ноты ко мне, и я, как бы, с абсолютно открытым забралом, ну, то есть, я всегда понимаю, если, как бы, человек со мной вступает в разговор, и у него в первом предложении есть слово хуй, например, ну, то я понимаю, что он, ну, как бы, мы с ним будем работать определенным образом, если он говорит прямой, там, не знаю, понятной, сформулированной русской речью на литературном языке, вот, не употребляя абсолютный, обценный, вот, то я, приходится сдерживаться, Не, не приходится сдерживаться, тумблер переключил, и перехожу на этот язык, ну, просто сам факт того, что человек ко мне пришел, он же, он, он, суммируя факторы все эти приходят, он же все обо мне знает, у меня нет случайных людей, то есть, все, все люди, которые ко мне приходят, они все приходят либо по сарафану, вот, что, кстати, в меньшей степени, все остальные через соцсети, то есть, такая основная продающая функция, это все-таки соцсеть у тебя, да, именно, мне там ничего не продают, я единственное, что продаю, только свое, нативное, свое обучение, вот, так, люди, да, конечно, обращаются. А были какие-то такие прям сложные, конфликтные ситуации у тебя? Редко бывают, это нормально, это нормальная рабочая история, но ни разу не было такого, чтобы мы прям расходились на прям жестком негативе, вот, то есть, да, бывает, что расходимся с людьми, когда не попадаем в друг друга, когда люди от тебя ожидают того, что ты просто не в состоянии им дать, вот, мы сейчас не говорим даже о каких-то профессиональных аспектах, а о том, как человек видит то, как ты должен делать свою работу, вот, ну, я знаю, как я должен делать свою работу, я ее хорошо делаю, и когда мне человек начинает объяснять, как я ее должен делать в его, ну, то есть, в его призме, я, как бы, не буду с ним взаимодействовать, потому что, ну, зачем ты мне тогда платишь деньги? Плати себе тогда деньги и сам делай это. Слушай, ну, у меня было большое удивление, когда один из первых как раз таких онлайн-ненконнектов с тобой произошел, мы приезжали на объект, ну, не будем его транслировать, как бы, просто приезжали на объект, в общем, по запросу потенциального клиента, он сказал, что у меня тут поработали там одни, типа, ландшафтники, уже ему посадили там несколько очень красивых, хороших, дорогих деревьев, вот, он почему-то с ними разошелся, не знаю, причины там не уточнял, но я, когда такие ситуации случаются, я всегда спрашиваю, да, что, почему там, он, как бы, там, образно ответил, что не сошлись, типа, я говорю, ну, окей, мы подписали с ним договор на проектирование, что все, типа, окей, вот, и человек через какой-то момент там просто не оплачивая, не выезд, ничего, ну, пропадает и все, и где-то через, наверное, месяц я вижу у тебя в соцсетях, что вы там уже доделываете ремонт, и у тебя вообще с ним все хорошо и прекрасно, то есть, вот, мне интересно, как эти миры, знаешь, рассоединились и расслоились, в какой момент, вообще, почему? Я понимаю, по-моему, про какого-то горе заказчика, на Риге, на Новый Риге? Да, да, я тебе писал, да, 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 Слушай, да, такое реально бывает, ну, то есть, я же там даже не первый дизайнер, а, ты тоже не первый, да, ну, я, ну, как бы, довел работу до конца, но, кстати, справедливости, честности ради, не доделали до конца отделочной работы, мы там уже были, там, третий какой-то, третьим подрядчиком, вот, и, ну, полюбовно, я просто снялся оттуда, объясняю заказчику, ну, блин, окей, там, не те методы работы, да, не сходят, ну, зачем, мучить себя, клиенты, там, своих людей, вот, когда, ну, зачем, ну, то есть, пойдем по-другому, но я просто, идем другие пути взаимодействие, я в тот момент, знаешь, как-то переживал, что, типа, ну, почему так случилось, то есть, почему там нас все-таки вызвали, захотели увидеть, потом, типа, раз, там, пропали. Допустим, ввиду личной симпатии, или ввиду какого-то коммерческого интереса, или ввиду того, что ты хочешь добиться, доделать и обеспечить результат, вот, ты всегда волен выбирать, хочешь ли ты, вот этого насилия, да, условно. сейчас я вот к этому просто уже стал. Или ты его не хочешь, то есть, смотря какие цели преследуешь. Меня, ну, я как бы такой человек, который, ну, если взялся за заработку, то ее надо доделывать, в любом случае, причем не через, вот не наступай себе на горло. То есть, ты, ты как бы очищаешь все от внешних факторов, то есть, ну, если не подходит тебе, допустим, ты как подрядчик, да, но я остаюсь как, допустим, проектировщик, как человек, который следит, обеспечивает авторский и технический надзор, вот, и в этой связи я просто буду занимать свою нишу, вот, и буду доводить это все плавно до конца, вот, а обострять, где-то я там что-то потеряю в деньгах, и, ну, как бы, оставив плохое впечатление о себе, ну, зачем, это не серьезно, не профессионально. Так еще и эмоционально можно, очень нихреново иметь все. Не, который несет человек, который нормально, качественно работает в моей профессии, это, это то, что должно быть вдано, вот, и просто к этому должен, ну, быть готов, ты, ну, у тебя, если ты не совсем уравновешенный, если ты понимаешь, что у тебя эмоционального, психического ресурса, не хватает на то, на общение с людьми, это достаточно большой труд, вот, с разными людьми, с разным жизненным опытом, с разными, разными, мировосприятиями, категориях, вот, то не надо тебе в этой профессии работать, это очень тяжело, но, надо учиться. И это интересно. Да, это такой, не то, чтобы вызов самому себе, а просто, это, ну, это вдано, то есть, это, это то, что является неотъемлемой частью. Ага. Ты говоришь, вы можете осуществлять авторский, технический надзор без полнейшей, там, какой-то комплектации и сопровождения проекта, ну, от своего имени. Да. Как это происходит? Можешь, вот, чуть-чуть про авторский надзор сказать? Ну, то есть, моя квалификация, не знаю, условно назовем это так, мой опыт, он мне позволяет продолжать работу с клиентом, как автор проекта, так и, соответственно, как технический надзор, потому что я абсолютно все процессы знаю, как делать. Я, я понимаю в этом очень хорошо и в этом давно взаимодействую на этом рынке, с этим рынком. Вот, поэтому, все просто, я прихожу и делаю всю работу. как это происходит? Расскажи чуть-чуть, потому что у нас-то немножко по-другому и аудитория наша, основной, которые смотрят. Есть проектная часть, вот, она, допустим, реализована нашей командой, вот, но по каким-то, по каким-то причинам клиент не всегда готов взаимодействовать с тобой, как с подрядчиком, например, да, он говорит то, что, Слав, ну, как бы, ты, ну, у тебя дорого. Я говорю, понимаю, это, нормально, и, но, говорит, я заинтересован в тебе, как, собственно, в авторе проекта, я хочу, чтобы ты его курировал. Я говорю, хорошо, это стоит столько, и я, ну, два раза в неделю, там, один раз в неделю, три, в зависимости от ситуации, этапности, курирует проект от начала до конца, когда, ну, абсолютно с открытым подходом, потому что есть дизайнеры, есть компании, студии, которые отказываются от ведения проекта дальнейшего, потому что они понимают, что они не, с этого, ну, не зарабатывают, поскольку они, либо у них очень низкая ставка на эти услуги, вот, либо у них это обеспечено, допустим, какой-нибудь комплектации, с которой они зарабатывают, ну, то есть в виде отката агентских вознаграждений и так далее, вот, ну, у меня, так как я на рынке достаточно давно, вот, то есть есть портфель, ну, партнеров, благодаря которому я могу обеспечить клиенту, не на все, конечно, но на определенный ряд позиций, условия, которые он для себя никогда не найдет, при этом, сэкономив ему деньги и заработав себе, вот, то есть я, как бы, всегда в открытую это говорю, то есть у меня нет такого, что там, подрисовал там нолик там в чеке, там лишний и так далее, ну, вот, как есть, вот, есть у меня такие условия, вот, работаем, я с этого беру вот столько, устраивает, устраивает, нет, нет, ну, все, если, если я просто просчитываю в долгу, если я понимаю, что, ну, как бы, ну, к примеру, объект находится достаточно далеко от моего ареала, обитания, условно, вот, я понимаю, что, допустим, у меня там, не знаю, 4 объекта находятся на юге, и вот этот вот один объект, которым нужно будет уделять внимание, он находится в противоположной стороне, на севере, например, я, скорее всего, откажусь, вот, потому что я не буду завышать цену, потому что я буду объяснять это клиенту, что я буду к вам ездить, поэтому доплачивайте, мне это просто не нужно, зачем, вот, я просто скажу, что, ну, не возьмусь, мне не совсем удобно, я не смогу оказать качественную услугу, вот, без ущерба текущей работе остальным. А взаимодействие с подрядчиками, бывают какие-то такие, не знаю, конфликты, незаурядицы, и что-то приходится там экстренно решать, кого-то искать на замену? Почему, да, у меня нет, или очень редко, а вообще, то есть, это такая не то, что притча, да, а почему у дизайнеров, у них есть постоянный конфликт с рабочими, вот, или обратно, да. Мы с этого начинали как раз, да. Потому что это, эти левое и правое крыло, они, ну, как бы, взаимодействуют на разном уровне вхождения в культуру, некую, с одной стороны в стройку, а с другой стороны в проект. Вот, строитель, он не обязан понимать, и не обязан видеть картину в целом, в общем, он не должен мыслить какими-то, ну, творческими аспектами, а дизайнер, в свою очередь, я считаю, что он должен ими мыслить, то есть, с точки зрения строителя, то есть, он должен технически понимать, он должен в этом разбираться, для того, чтобы обеспечить этот результат. Чтобы картинка дошла до визуализации, уже в живую. если ты, ну, идиот, ты нарисуешь, там камин в бассейне, в общем, да, и скажешь, что я так задумал, там, вот, такой творческий образ, ну, что, что скажет строитель, и именно здесь происходит столкновение, вот, когда люди, не совсем понимающие, то, что они делают, вот, навязывают свою точку зрения, людям, которые понимают, что им надо делать, вот, есть такое, знаешь, как это сформулировать лучше, то есть, вот, заказчик платит дизайнеру за красивое пиздобольство, да, строителю за правду, вот, это, отчасти это правда, но все зависит от квалификации одного и другого, бывает и обратное, вот, когда есть баланс некий, да, вот, к подходе, когда один человек, он является специалистом, и второй человек является специалистом, происходит вот эта синергия, и тогда всегда хороший результат, вот, а когда есть какой-то дисбаланс, вот, тогда все идет через жопу, вот, всегда вообще. Но у тебя такого нет, там, в команде и выстрелена, а так вообще на рынке наблюдаешь, со стороны, на рынке это происходит, ну, просто постоянно, у меня этого нет, потому что, у меня уже сложились, те паттерны, то есть, у меня сложились, так скажем, та методология, по которой, по которой мы работаем, то есть, работает команда, вся абсолютно, и у меня, конечно же, нет таких проблем, ну, все, все, все уже пережито, прожито, все друг друга напосылались, навозвращались, все притерлись, все, на ТО прошли, шестеренок смазаны, едем. А какие вообще боли на рынке на своем наблюдаешь? Что-то вот у тебя там, как-то задевает, что бы ты хотел изменить на рынке? Ничего, вот у меня, я вот, как бы, я пытался писать против ветра, я пытался сделать что-то там для индустрии, и мне кажется, я приложил к этому определенную, ну, определенные усилия, и получился некий результат, когда начали сближаться и строители, и дизайнеры, то есть они начали в одном поле взаимодействовать, то есть там в рамках форумов, в рамках каких-то выставок, то есть вот это вот сближение произошло, потому что раньше вообще просто как кошка с собакой, вот, но глобально, я, ну, как бы, ничего не поменялось, то есть, есть, это вот движение, друг к другу навстречу, это в принципе меня радует, то есть я вижу то, что сейчас, ну, все больше и больше строителей по-другому смотрят на дизайнеров, все больше и больше дизайнеров смотрят на строителей, это мне в принципе больше чем удовлетворяет, ну, я как бы не человек миссии какой-то великой, не хочу на себя брать такую ответственность, да и, наверное, не могу, кто я такой, вот, поэтому просто созерцаю на это все по мере возможности, что-то делаю, что-то пишу, что-то высказываю, где-то свое мнение, вот, ну, никому ничего не навязываю, ну, что вижу, то я говорю, проблем, да и не вижу никаких проблем, все, все естественно, мы работаем в плоскости проблем, да, то есть мы работаем, точнее даже не так, в проблемной плоскости, потому что строительство, это даже неправильное слово проблема, да, это такой набор неизвестности, то есть набор затруднений, которые тяжело переварить мирскому человеку, который в них не погружен, а по факту, это наша работа, то есть мы, как бы, вот это состояние энтропии, да, то есть мы стараемся находить порядок в хаосе, и это нормально, ну, как бы, к этому надо просто быть готовым, все, но ты сейчас уже, по-моему, второй, наверное, третий год, по-моему, с ковидных времен ты начал инфоцеганить, как ты это называешь? нет, курс твой, нет, я с 2022, до 2020, конец 2022 года, а, значит, после, чуть после, ну, то есть у меня, я сделал первое обучение, вот, когда мы с семьей отдыхали на Шри-Ланке, и, ну, как бы, просто нечего делать, вот, я, у меня просто был такой запрос, соскучился парапой, от аудитории, и это тоже, кстати, да, то есть, слава, сделай обучение, то есть, это же не навязанная история совершенно, я же ее никак не масштабирую, то есть, у меня нет там прогревов, ничего, ты прекрасно знаешь, я прихренел, когда-то такой, завтра, ребята, там, 1800 я выложу курс, и я такой, тебе пишу 1804, и в будильник поставил, нафига себе, чувак, обалдевший, просто, типа 1800, кто сядет в поезд, тот его ездит, я такой, 1804 пишу, ты мне такой, уже все продан, обалдевший, что ли, ну, возьми меня, неинтересно, я, я, я даже без расчета не ожидал, реально так получилось, ну, вот, тоже был запрос, люди сами просили, я для них сделал, ну, и вот, все, все раскупили, и, актуальное обучение, кстати, которое я больше не буду проводить, все, я вот сейчас, я вот, набрал группу, я просто, я понимаю, что на этот год, у меня просто нет времени на это, ну, вот, ну, тоже, как бы, по запросу, потому что, ну, там, вопрос бюджета, многие беспокоят, говорят, Слава, сделай, я сделал, как бы, и все, вот, я реализовал, и я понимаю, что на перспективу до конца этого года делать больше какие-то инфопродукты, у меня нету возможности, ну, потому что проект, потому что работы нету, то есть, по сути, это чисто такой, под запрос отправил, и все, да, ответ такой глобальный, ну, вот, у меня, у меня, у меня, ввиду загруженности, случается то, что у меня есть, как бы, время, когда есть больше кислороду, вот, ничего не делать, я не могу, там, ссылаться на какое-то хобби, в общем, и топ, там, по балалайка, это мне тоже не особо интересно, не хочу превращаться в овощи, да, ну, еще есть аудитория, с которой надо считаться, и когда есть запрос, я, соответственно, вот, в эти наполненные кислородом редкие деньки, ну, вот, я, соответственно, сажусь, и делаю вот этот продукт, информационный, условно, наверное, так это, и потом его, соответственно, реализую, а потом опять в работу, все, то есть, только тогда, когда есть на это время. То есть, короче, глобальной какой-то прям цели в этом не было изначально? Нет, вообще, ну, это не те, не те деньги, не то, ради чего вообще, в принципе, можно там, что-то раздувать из этого, ну, то есть, ну, что, я тебя прекрасно понимаю, мы сейчас вот события, конференцию собираем, там деньги только туда надо, знаешь, как бы все это. Ну, как бы о чем мы речь, и поэтому это, ну, по запросу. Какая обратная связь вообще вот от участников курса? Блин, ну, я прошу людей, ну, как бы давать обратную связь в конце обучения, но она, так как это моя аудитория, то есть, та, которая ко мне давно, то есть, там люди, которые на меня давно подписаны, то есть, это моя аудитория, вот, и по большей части, это все комплементарное, конечно же, то есть, единственный, по-моему, один человек, девушка, дизайнер, вот, которая дала, ну, то есть, реплику, курс, конечно, инфо-цыганский, но было, типа, прикольно, полезно, ну, ну, как бы вот, то есть, там, типа, условно, там, не знаю, 60 человек, вот, один вот высказался, вот так вот, мнение, не, а какие-то, может, проблемы, там, что-то такое, вот, почуял на своей, какой-то плоскости работы, нет, у других людей, потому что, я тебя прекрасно понимаю, ты работаешь, у тебя команда, там, все, да, ты под таким куполом находишься, определенным. Я стараюсь донести людям, которые, которые заходят в профессию, вот, или находятся там незначительное количество времени, или которые немножко потерялись, хотят вернуться, там, в эту профессию, да, что это за профессия, потому что они не понимают, то есть, у нас, у нас дизайнеры не понимают, что такое быть дизайнером, вот, заказчики, то есть, у меня же ко мне, то есть, туда даже приходят люди, которые являются клиентами, или конечниками просто. Ландшафтники заходят. Ландшафтники заходят, мастера, то есть, они не, они не понимают, то есть, что такое, что такое строитель, что такое дизайнер, что такое дизайн интерьера, как это все, как это все работает, что такое этапы ремонта, что такое этапы, реализации, бюджет, это, 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 это все вещи, которые, вроде как, они должны быть у всех прописаны, просто в их профессиональной матрице, но люди не понимают этого, вот, А я не являюсь университетом, я, по сути, просто делюсь опытом за какие-то там незущественные деньги. — Небольшие, кстати, деньги. Абсолютно. — Ну, потому что могу себе позвольте. — Так, чисто, на сигареты и пивко. — Да-да-да. — Пью я много, поэтому. — Короче, проблем особо ты не видишь. — Видите, по мне, что я, блин, алкаш. — Заливаю, все проблемы заливаю, не вижу. — Просто по КДК вообще, просто, как через день. — Ну, а так вот... — Три раза зашитый. — Серьезно? — Да нет, блядь, конечно. Я уж поверил. — Слава богу. — Смотри, вот по начинающим дизайнерам, по начинающим специалистам, что бы ты со своего, вот, с высоты своего опыта бы посоветовал? Куда заглянуть, где что приоткрыть, где что докрутить, где что взять? — Начинаем курс 2.0. — Слушай, ну, как бы, если вы не стрессоустойчивы, если вы не готовы страдать, если вы не готовы переваривать чужие боли, шизофрению, некую талику ебанатства, то не надо вам соваться в эту профессию. Если вы мыслите категориями красоты, если вам очень нравятся красивые интерьеры на картинке, но при этом вы не готовы ознакомливаться с техническими аспектами, с реализационными аспектами, материаловедением, то вам, опять-таки, нечего делать в этой профессии. Поэтому подумайте, там, 10 тысяч раз, прежде чем это начинать. И от дизайна до Кащенко очень короткий путь. — Практически все как у нас. — Ну, потому что это же одно варево, то есть, это околостроительное, ну, а как по-другому? — Ну, смотри, у вас по строительному варево сейчас домов больше в работе или все-таки на квартиры? — Сейчас 50 на 50. — 50 на 50, да? — Ну, конкретно сейчас, на данный момент 50 на 50. В основном всегда квартир больше. — Есть какое-то пожелание такое, типа, расширять градус оказания услуг? — Уходить в архитектуру, чем мы сейчас и занимаемся, с чем мы начали. Я тебе озвучил, что мы сейчас находимся в поиске правильных кадров, вот, для того, чтобы обеспечить нормальный уровень взаимодействия и тот уровень качества, к которому мы привыкли. То есть, архитекторов, конструкторов, инженеров. — Проблема с кадрами есть? — Да, конечно. Ну, а сейчас, ну, послушай, ну, допустим, у меня же, как бы, я же ищу столярное производство, вот, я же там, типа, много всего. — Могу функциональность. — Да, ну, как бы, вот, найти человека, который, ну, банально, вот, как это ни странно, сейчас есть огромный запрос на людей, которые закончили ПТУ, то есть, именно ремесленников, которые понимают, как, не знаю, как обращаться с токарным станком или, не знаю, с каким-то любым другим, то есть, оператора производственного, в производственном смысле, профессионального человека, это огромный, это, ну, это, ну, это прям, надо сильно постараться. — Вот кто бы мог подумать, когда в 2000-х выбирал профессию юриста, да? — Да, сейчас бы, сейчас бы варил титан, вот, в подводной лодке, и вообще был бы не последним человеком. — Да-да-да. — Запрос на людей, которые работают руками, не инстаграммные, вот эти вот все супер пафосные мастера мечт, вот, которые, ну, прикладники, которые поставили задачу, они классно умеют делать, потому что учились, вот, их очень трудно найти, прям практически нереально. — Что делать будешь? — Нет, я-то нашел. — А, ты уже нашел. — Закрываем вот те. — Вот, а относительно архитекторов, то есть, ну, как бы, в другом калинкоре, да, ну, пока ищем, ну, их, кстати, больше. — Архитекторов? — Да, ну, то есть, доступных инженеров и архитекторов, конструкторов их, ну, они есть на рынке, их можно найти, с ними гораздо меньше проблем, нежели, чем с теми, которые хотят руками своими что-то делать. — Ну, а смотри, вот, когда вы с домами работаете, у вас как раз, получается, взаимодействия пока что, да, своего архитектора нет, идет взаимодействие с архитектором, который там присутствует. — Ну, ну, конечно, то есть, мы как компания, ну, то есть, как человек, которого приглашают, мы заходим после архитектора, ну, то есть, естественно, архитектор сначала разрабатывает проект дома, после этого уже начинается все остальное. — И взаимодействия практически уже нету с ним, как с первого источника? — Есть, потому что, ну, часто вносятся правки относительно, не все архитекторы умеют делать классную архитектуру, вот, то есть, ну, там тоже есть проблемы, и мы тоже взаимодействуем с ними, чтобы результат нормально получался. — С улицей как-то взаимодействуете, предусматриваете какие-то моменты? Я сейчас не про ландшафт, а именно, скорее, там, про инженерию какую-то, про технику, про технологии. — Да, ну, то есть, то, что касается, ну, так как есть смежные запросы, допустим, на то же самое освещение, ну, вот, к примеру, да, когда человек хочет осветить интерьер, он, скорее всего, хочет и фасад осветить, еще и экстерьер он хочет осветить, и ландшафт, да, и, как правило, эта проблема закрывается, вопрос не проблема, вопрос закрывается комплексно, то есть, сразу, вот, там, ты едешь, я вот, работаю с центра свет, ты едешь в центр свет, и там закрываешь все вопросы комплексно, они вроде как интерьерные, экстерьерные, то есть, такая совокупная, да, история, вот, ну, да, есть пересечения, происходит так периодически. — А с ландшафтными дизайнерами, архитекторами есть коллаборация? — Ой, для меня, для этих страшные вообще люди, как-то, Слав, у тебя есть ландшафтник, вот, еще до знакомства, я говорю, да, ну, у меня есть там, я подписан на, не буду называть там, а вот, женщина, она, видимо, главная ландшафтница страны, вот, значит, она приезжает и, ну, рассказывает про то, как надо сделать все, вот, когда ей говорят про проект, она говорит, ну, в общем, там на очень примитивном идиотском диалоге все сводится к тому, что вот сейчас есть у нее возможность, и она видит, там, возможно, она видит вот здесь вот, короче, там 150 туй, и вот мы сейчас их купим, вот, а потом поговорим о проекте. — Господи, я это, я охуел, я такой, бывает так? Оказывается, бывает, ну, да, я говорю, на рублевке все бывает, там все, мне кажется, бывает, вот, ну, как бы она благополучно вальсировала, в список пациентов твоих, да? Вальсировала в сторону, да, списка пациентов и ратиментарных органов, и, короче, потом пригласили, это уже без меня, без моего охренительного совета, за что мне было очень-то стыдно, кстати, вот, ну, другого человека, который вроде нормально все сделал, ну, не там, вау, а, ну, просто хорошо, качественно, нормально. — У нас просто, видишь, при взаимодействии с архитекторами и с интерьерщиками есть некий такой, знаешь, дисбаланс тоже, когда, например, нам хочется предусмотреть, там, даже не нам, а заказчику хочется предусмотреть, например, выключатели аналоговые, там, не приложение какое-нибудь, а дадам из дома, вот, а уже нас приглашают, например, когда, ну, отделка подходит к концу, когда уже умный дом слишком умный становится. — Да-да-да, и типа, блин, а куда нам там пихнуть? Еще что-то, да, то есть у нас, как бы, есть такие вот, наверное, базовые инженерные какие-то запросы, когда там воду не вывели, электричество не вывели, еще что-то, но это, в принципе, решается, но как будто бы идеальная картинка, вот, моего мировосприятия, да, там, ландшафтного, она заключается в том, когда интерьерщик, архитектор, идеи ландшафтный дизайнер — это такой, типа, знаешь, единый организм, да, ну, конечно, я тоже считаю, что, ну, ты, смотри, надо отталкиваться от клиента, вот, который должен сформулировать для себя, в первую очередь, цели, то есть задачи, да, то есть он, я, там, я клиент, я хочу дом, я хочу ландшафтный дизайн, я хочу интерьерку, я хочу архитектуру, и неважно абсолютно, какой будет первый источник, он все равно, как бы, должен вот этот вот, назовем это, чек-лист, да, он должен это озвучить, если он озвучивает это, допустим, ну, как правило, традиционно архитектору, вот, этот архитектор, разрабатывая дом, он это должен зафиксировать в проекте, это должно быть зафиксировано в проекте, вообще ничего не должно делаться, вообще ничего абсолютно, пока не будет у клиента полный пакет документов, ну, это же документ в проектной документации, если он поставил себе задачи, вот эти вот, бам-бам-бам, то у него должно быть это все сначала сделано на бумаге, а потом уже реализовано, вот, у нас происходит не так, потому что всем надо вчера, и из-за того, что гонят лошадей, получается, ну, не всегда хороший нормальный результат, потому что это все вот переводит какой-то варива из говна и каких-то ссор, непонимания, костылей и бла-бла-бла, вот, и получается так себе, а когда, ну, когда все последовательно, когда все происходит нормально, не, там, немножечко эмоциональность прикрутили, немножечко логики и хладнокровности добавили, отлично. Ну, у нас недавно буквально такая ситуация была, когда в чат по ландшафту подключили интерьерщика, он же и архитектор, он же и в ландшафте, я тоже понимаю, и чего вы там свои кусты подвиньте, ну, типа, и вот часто такая вот история случается, когда люди свои амбиции ставят на какой-то первый план, и что со строителями, вот, я сталкиваюсь, да, там, ну, раньше особенно, что с архитекторами, что такое отношение, знаешь, типа, к ландшафту, типа, ну, что там на акустики посадить какие-то? Как в интерьере к шторам. К шторам? Знаешь, как шторники ненавидят вообще дизайнеров, потому что шторы в самую последнюю очередь вешаются. Суки, вы не проектируете вовремя, мы тоже хотим осваивать. Вот, я сейчас сформулирую ответ, вот, на, для чего вот этот вот дизайнер, как бы швейцарский нож, да, вот этот, вот этот ходячий мультимедиа, который умеет все и вся, это полная ерунда, просто говно на постном масле, такого не бывает. Да, ты можешь разбираться хорошо в чем-то, можешь во многом разбираться, неплохо, вот, но на профессиональном уровне, именно как специалиста, ты не можешь взаимодействовать с нишевым специалистом. Вот я, допустим, понимаю во многих процессах, но я никогда не буду спорить с, ну, высококвалифицированным, допустим, сантехником или электриком на тему того, как ему делать работу. Мне это знание нужно для того, чтобы, когда я вижу неквалифицированную работу, которая сделана плохо, выявить, сказать о том, что она сделана через жопу, и чтобы она была сделана нормально, вот. А когда тебе, ну, вот этот вот, он говорит, что он там что-то понимает, ну... Ну, просто, знаешь, самое забавное в том, что очень часто архитекторы, ну, есть же там преобразования, там, мархи или еще где-то, да, там, часть ландшафтного дизайна по-любому проходит, ну, именно, как какой-то базовый такой предмет, там, я думаю... Я сейчас угукаю, но я не знаю, я... Я тоже не знаю, я там не учился. Ну, это проходит, там, скажите, архитекту, это проходит, нет? Ну, просто, мы не знаем. Ну, у меня ощущение просто такое складывается, что как будто бы того, что... Какая у них, ну, это же, ну, практика, наверное, есть, то есть они там, там, на огород компают. Мы сегодня садим в сирень, поехали. Короче, мне так кажется, что все-таки они должны немножко, да, там, как-то прощупать, как я, например, когда учился на инженер-технолога в институте, у меня была, например, ветсанэкспертиза, вот, и где мы изучали, там, коровок и прочее, как там их вообще разделывать правильно, вот, и мясо определять. Поэтому у меня так сложилось ощущение, что должно быть, но я не знаю, поэтому напишите обязательно. Да, обязательно, мне тоже интересно. Ну, помните. Ну, я, понимаешь... Ну, смотри, договорю как раз. Фишка в чем, что как будто бы вот эта семечка, знаешь, маленькая есть, да, там, у архитектора, вот, но она не проросла знаниями глубокими. Не болели. Да, и начинается такое, типа, да что там ландшафт, ну, типа, что там вот это, там, ну, кустики. А там под кустиками очень глобальные системы, да, там, инженерия, там, серьезные, как бы, вертикальные планировки, там, где-то подпорные стены, где-то ступени, где-то дорожки, все это рассчитывается, просчитывается, это достаточно глубокая тема. Правильно, да, и она завязана непосредственно с общим ходом реализации, она не менее важна, чем, там, не знаю, инженерка или фундамент. Я точно так же считаю. Ну, вот эти проблемы, они происходят почему? Потому что, на мой взгляд, это обскуратизма, потому что люди, ну, как бы, они не видят дальше, собственно, уноса, потому что результат, он обеспечивается, как бы, общим комплексом. Но, опять-таки, если для него, для, там, ответственного человека-архитекта не сформулировали этих задач, а вернулись только потом, когда-то там, да, через какое-то время, ну, вот, наверное, он может так сказать, потому что, ну, он изначально не планировал, то есть здесь есть, плохо тыкать пальцами, но здесь есть объективные причины. Если он понимает, если он располагает и подразумевает, или, там, стратегически как-то это планировать на будущее, что он должен делать, ну, тогда, ну, так, мне кажется, не надо себя вести, ну, это странно. Странно, странно, и я к тому, что это часто встречается на нашем рынке, к сожалению, то есть когда архитекторы такие, ну, мы начали с того, что как раз там, я спросил у тебя, почему берутся за ландшафт, как будто бы это все просто и легко, да, мы потом все это расхлебываем иногда, знаешь, как это там, ну, дорожки красивые, архитектор мыслит объемами в ландшафте, вот это интересная тема, которая цепляет, когда, например, из архитекторов переквалифицируются, как ты говоришь, там, скита отвалились, и уже в ландшафтников, да, там не только в интерьерщиков, но и в ландшафтников, там совершенно другое восприятие, то есть там мыслить технологиями какими-то, объемами, и уже потом там добавляются растения, это интересно, но в целом все равно у нас как-то немножко, ну, по-другому и достаточно глубоко, это не только какая-то там зелень и сирень, вот, и поэтому, ну, часто такое мнение, что, типа, мы тут работу делаем, а вы тут херней занимаетесь, типа, какие-то там травки садите. Ну, это все то же самое, как взаимодействие, взаимоотношение строителей и дизайнеров на самом деле, потому что все почему-то думают, что его работа, она важнее. Вот основная проблема всех, вообще абсолютно всех заключается в том, что мало кто думает за общий конечный совокупный результат, вот, если хотя бы один человек, который является там, ну, каким-то, так скажем, гарантом, да, который обеспечивает там конечный результат, то есть там менеджер проекта, ну, я не знаю, там менеджер проекта, там и дизайнер, руководящий, да, или архитектор, будет как бы понимать, у него будет, ну, сформировано для него вот это вот знание, тогда этих проблем не будет, вот, просто не надо на себя отдел тянуть, все. — Короче, везде одно и то же. — Да, слушай, все, все старо, как мир, ничего нового, просто под разными соусами, одеялами пафоса это все укрывается, а по сути, как его, как Раневская говорила, павлини, у павлина, павлин это та же самая курица, да, с красивой хвостом, жопой, да, под павлиним хвостом. — Ну, в общем, все старо, как мир. — Не могу тебе не задать, у меня здесь есть, значит, вопрос от подписчиков, мы изначально от него там ушли. — От твоих подписчиков? — Да, от моих подписчиков. — Мне? — Тебе. — Ни хрена себе, интересно. — Да. В общем, такой вопрос, он такой дачно-аграрный, есть фитолампы фиолетовые. — Отлично. — Да, начало. Как это в джентльменах, понял? — Сейчас это точно можно будет потом показать, да? — Сейчас на фитолампу нас могут завести определенный уровень растений, так скажем. — И спрашивают, как их органично, освещение, вот это вот фиолетовое, вписать в интерьер? Есть ли у тебя какие-то мысли на этот счет, чтобы это, значит, ты же проезжаешь по городу, ты видишь эти окна в квартирах, значит, эти фиолетовые? — У меня, во-первых, ни с чего. Человеку просто нужно в интерьер фитолампу или что? Он такой, блядь, чтобы мне фитолампа, точно, вот что мне ничего мне не хватало, да? У каждого решения есть своя задача. Вот если ты хочешь интегрировать, я сейчас вот прям вам, да? Если вы хотите использовать какое-то конкретное решение просто так, то вы, скорее всего, долбоеб. Вот. Лучше всегда использовать конкретное решение под конкретную задачу. Если у вас есть растения, которые нужно правильно обогатить правильными фотонами, фитофотонами, тогда и предусматривайте сценарии, при которых вы будете использовать этот фитосвет и правильные области в вашем пространстве, где это будет располагаться. А если этих задач нет, то зачем они просто вам нужны? Для чего? Я не понимаю. — Для этого и подоконник сгодится просто уж. — Да нет, ну это как минимум странно. — Странный запрос. Но он не единочный. Понимаешь, видимо, может быть такая аудитория, которая там заранее выращивает семена или еще что-то, и вот думают, как это органично. — Ну вот смотри, для того, чтобы органично это реализовать, вот человек должен понимать, вот где у него будут выращиваться семена или стоять растения, да? Вот, потом он берет. Есть же классное решение. У центра света, у того же самого, у них же есть фито-лампы, они в трек вставляются, то есть уже фитосвет, который можно интегрировать в треки, и так там много всего интересного. Вот, это можно сделать как частью общего освещения, но правильно определить для них зону. Ну вот, а подоконники это все, ну не знаю. — Не твоя специализация. — Не моя специальность, да. — Ну что, на этом можем заканчивать. Хорошая нотка. — Да. — Или есть у тебя вопросы какие-то? — У меня нет, у меня вопрос к этому человеку. — На хер мой, эти фито-лампы нужны, а так нет, у меня вопросов больше нет. Это, может быть, там… — Но меня удивило, что это несколько, понимаешь, несколько запросов таких было. То есть это какая-то… — Ребята, переходите на центр свет, смотрите фито-локусы, которые интегрируются в современные трековые системы, это все клево выглядит, всегда можно применить. И вообще, как его, мир вам. — Спасибо, Слав. — Пожалуйста, пришел. — Приятно пообщаться. — До скорых встреч, друзья. — Пока. —